Всем привет дорогие друзья, с вами снова Никита и в сегодняшнем обзоре я хотел бы вспомнить о том, как в далеком уже 2012 году у маленького Никиты появился первый цветной телефон с камерой. Это была Nokia C2, которую мне подарили на день рождения. Я хотел бы сегодня поподробнее рассказать об этом устройстве, о том, как я им пользовался, какие впечатления у меня о нем были тогда и какие впечатления я испытывал от него сейчас, а также рассказать о технических характеристиках и давайте же приступим. Nokia C2 бюджетник на платформе S40, с камеры всего лишь на 0,3 мегапикселя, камера VGA, дисплей такой же довольно-таки посредственный, 128 на 160 точек, довольно-таки тихий динамик, всего лишь 65 тысяч цветов, но главная его фишка это поддержка двух симкар, что стало модно к началу десятых годов. Лидером в линейке тогда был Fly, но потом многие производители начали делать дуал телефоны, вследствие чего огромная конкуренция заставила Fly, так сказать, покинуть этот мир. И я считаю, слава богу, потому что телефоны Fly это, наверное, худшее, что я держал в руках, по крайней мере, смартфоны. Кнопочных в живом состоянии мне не попадалось Fly, либо из-за качества, либо из-за того, что их владельцы уничтожали их до талого. Что ж, мы отвлеклись, давайте же вернемся к Nokia. Дизайн у нее крайне простой, классический, никаких разысков нет, сзади тем более все довольно-таки скудно. У нас только камера, надпись Nokia и отверстие динамика. Ну и подпись вот здесь вот, Nokia C2. Что ж, давайте поподробнее посмотрим на телефон сам, что он из себя представляет, пани функциональности, каких-либо разъемов и прочего. Что мы видим внизу? Внизу мы видим микрофончик. На правой стороне мы видим симулаток для второй сим-карты, который довольно-таки легко достать. К сожалению, корпус у меня китайский, что вы видите, довольно-таки отвратительный, но моя Nokia не дожила и впоследствии расскажу, что с ней случилось. Возможно, не в деталях, но расскажу. Слот для второй сим-карты, разъем USB. Nokia C2 не умеет заряжаться от USB. От USB уже может заряжаться ее более прокачанная версия C2.0.1. К ней обязательно тоже когда-нибудь придем. Здесь мы видим разъем для зарядки, обычный тонкий, разъем для наушников 3,5 мм, отверстие для ремешочка, и в принципе на этом все и окончено. Аккумулятор в данной Nokia по заводу стоял BL5C, но я решил поставить BL4C. Давайте взглянем, что у нас находится под аккумулятором. Естественно, клейка, слот под сим-карту обычный, как в принципе у всех бюджетных Nokia, внутрянка выглядит одинаково. Разъем для SD-карты с поддержкой до 32 гигабайт. Я думаю, в 2012 году, если бы мне такая флешка попалась, это было бы очень так не кисло, потому что в моей стояло, если я помню, 2 гигабайта. И там у меня находились песни, музыка и около 2000 снимков, которые я не наснимал. Что ж, давайте посмотрим теперь аппаратную часть устройства. Аппаратная часть устройства довольно-таки скудная модель, в плане того, что это начальный уровень телефон, в нем ничего интересного по сути нет, но из-за того, что это телефон моего детства, очень не близок, я решил записать о нем обзор и надеюсь еще на 3 обзора до нового года. И вот, телефон умеет запоминать последнюю дату, которая у него была, он не слетает там до 2012 года и прочее, он вот запомнил дату 8.05 и давайте ее и поставим. Телефон умеет работать без сим-карты, что очень радует. Что ж, давайте перейдем к меню. Тут мы видим меню двух сим-карт, время и дату. Можно было поставить удобную вещичку, благодаря которой мы могли переключаться между приложениями, верхней строчкой, внизу располагалось бы календарь или что-либо еще. И мы могли как угодно менять местами иконки приложений или календарь поднимать выше, ниже, как угодно могли это делать, что мне в Nokia это крайне нравилось. И я считаю, каждую неделю менял что-либо в телефоне там. Также смотрим меню. Меню можно было в виде иконок, можно было в виде списка, что мне не очень нравилось. И одиночная. Или вот так. Но мне кажется, что самое лучшее это значки. Они как-то приятней. И сразу же вспоминаем саджем. Даже у бюджетных моделей саджем иконки были анимированные. Что еще раз идет в плюс саджем. Ожидайте обзор на саджем. Один из трех будет точно на саджем. Прошлое видео вам очень зашло, я крайне удивился и думаю, что сниму еще обзор. Кстати говоря, только в Nokia я замечал, что если вот зайти в меню и долго его удерживать, ну на какой-либо иконке, вот мы интернет выбрали. Ожидаем некоторое количество времени и у нас выскакивает подсказка, что же это за иконка и что это нам дает. А я когда это видел, крайне не понимал, ведь была инструкция, в которой было написано все. Но Nokia предусмотрительно и решила помочь своему пользователю даже так. И я предлагаю посмотреть камеру. Какие снимки она делала, я приложу в скором времени. А пока давайте посмотрим, что эта камера умела, какое максимальное разрешение у нее было. Что у нас есть в камере? Мои фото отображали последние снимки, которые мы сделали, то есть вот они. Применная шкала отображала по датам, какие снимки когда были сделаны. Это тоже крайне удобная вещь. Альбомы. Мы могли во всякие альбомы распихать снимки, перемещать их, по-моему, даже здесь. Режим видеокамера, мои видео, ну и так далее. Давайте перейдем в камеру. Что могла дать нам камера? Наши замечательные 0.3 мегапикселя. Во время съемки у нас отображается значок батареи, джойстик вверх приближал, отдалял. По-моему, вправо-влево должны были менять режимы на негатив и прочее. Нет, он меняет режим съемки видео на камеру. Что мы видим? Опять же, просмотр изображения, переключение на видеокамеру, параметры. В параметрах можно было изменять, куда сохраняется снимок. Качество фотографий это, в принципе, самое максимальное, что оно могло выдать. Когда я был маленький, мне эти фото казались божественными. Я снимал абсолютно все. Машины, улицы, дороги, все абсолютно. У меня было несколько тысяч фоток хлама. К сожалению, после смерти данного аппарата скончалась и CD-карта, о чем я очень сильно и жалею. Но вернемся к обзору. Можно было выставить автотаймер. К сожалению, только до 10 секунд. Эффекты. Эффектов довольно-таки много. С ними очень было интересно мне и экспериментировать маленькому. Баланс белого можно было настроить. К сожалению, не в ручном, а в автоматическом режиме. Альбомный. Это вот так вот. Но кнопки у нас нету. Нерегулировал громкость, ничего у нас нету. Снимать приходилось вот так. И, в принципе, снимали, и снимали неплохо. Единственное, что я помню, какая проблема у меня была в этой Нокии. При перемотке видео, которое ты отснял, либо вот прямо здесь, либо в файлах, звук пропадал. И появлялся спустя секунду, после того, как ты перестаешь мотать и начинаешь просто смотреть. Либо это аппаратная ошибка, либо Ноки такие были. Слабенькие, слишком, что они могли даже звук воспроизвести при перемотке. Что мы видим дальше? Журнал. Журнал сохранял все абсолютно вызовы, которые тут могли быть. Я спокойно мог посмотреть вызовы, которые я там совершал более года назад. И посмотреть их длительность, и прочее, и прочее. Давайте посмотрим... Телефон хочет посмотреть музыку. Аудиоплеер классический. Очень удобно в свое время было на нем настраивать какие-либо композиции. И альбом у меня был, в принципе, неплохим, на мой взгляд, для того времени и возраста. То есть тут все распределялось либо по списку, исполнители альбома, и вот этими тремя я никогда не пользовался. И не пользуюсь до сих пор, мне это неудобно. Я вот в списки и добавлял все, что мне нравится, в первую очередь, а потом уже слушал... Как придется. Радио. Режим радио здесь тоже крайне простой. Это Nokia NX2, к сожалению, которая могла работать без наушников. И она у меня есть, и я думаю, что в скором времени мы снимем обзор. Корпус они, к сожалению, такой же корявый китайский, вперемешку с оригинальным. Но опустим этот момент. Пойдемте все-таки дальше. Кстати говоря, радио и музыка единственные, кто могли работать в фоновом режиме. Иногда это приводило к веселым случаям, когда посреди ночи ты случайно включил видео, а звук у тебя на максимум. В однокомнатной-то квартире и тебе прилетали, так сказать, люли. Контакты. Что мы могли делать в контактах? Контакты можно было сохранить до тысячи имен. Также мы могли синхронизировать контакты. Дополнительно можно было создать несколько групп. Быстрый набор на 8 цифр. И в параметрах память для сохранения можно было либо на сим-карту, либо на самом телефон. Обзор контактов, менять имя и номер. Или только список имен, имя и изображение. Можно было добавлять изображение контакта. Что больше всего любят дети? Правильно, игры. И они тут были. И довольно-таки интересные. К примеру, здесь есть блок данной игры по типу Тетриса. Естественно, легендарный мячик и легендарная третья змейка. Давайте начнем со змейки. Змейка была 3D, что мне тоже отвал головы вызывало в свое время. И в 12-м году я заболел, лежал две недели в больнице, и этот телефончик нехило скинул мне время. Вот выбираем классическую, один игрок. Я два игрока никогда не выбирал, по-моему, там был режим онлайн. Мы его можем управлять как кнопками, так и джойстиком. Джойстиком я не рискнул управлять, поэтому будем управлять кнопками. Мне это крайне нравилось, я вот мог так час сидеть, играть в нее, собирать всякие яблочки и прочее, и прочее. Все знают, что такое змейка, поэтому пойдем далее. Вспомним мячик. Я тоже ее прошел в больнице полностью. Вот, продолжаем. Часть 10, давайте откроем часть 10. Я помню, с этих миссий очень сильно сердюсь, когда у меня ничего не получалось. Помню, помню, как ничего, вот особенно с этим иногда бывали проблемы. А потом, спустя время, я прошел, и выглядит это крайне смешно. Вся проблема в основном в управлении. На С2 играется в разы лучше. В X2, тем более, X2 такой синец, создана для таких кнопочных игр. На ней очень удобно играть. И на ней была очень интересная игра. Игра связана с поиском всяких сокровищ. Я забыл, как она называется, если честно. В обзоре на X2 обязательно вспомню. Теперь предлагаю блок посмотреть вот этот. Мне она тоже нравилась. С твоим дизайном. Она очень прикольная. Я там набивал рекорды. И все в этом духе. Давайте выберем скорость. Продолжить. Ну и нам надо было находить по несколько одинаковых кубиков. И их вот так вот собирать. Чтобы получить большее количество очков. Выполнить комбо какое-то. Все в этом духе. Также на этом телефоне я впервые познал, что такое интернет. Естественно, 10-летний Никита не нашел ничего лучше, как потратить все деньги с мегафоновской сим-карты на поиски очень интересных фотографий. В разрешении, я не знаю, наверное, хуже, чем данный дисплей этого телефона. Там были такие дикие пиксели, что при всем желании там нельзя было рассмотреть какое-то прекрасное женское тело. Ну, одна из каких-то интересных историй. Он у меня и падал, и пару раз топился. Последний его добил. Потом он у меня где-то год лежал. Мне было скучно, и я его разломал пополам. Он перестал видеть симку на работу, и я его пополам сломал. О чем очень сильно жалею, что потерял свой оригинальный телефон. В то время я был довольно-таки косоруким человеком, и много телефонов заканчивали свою жизнь на мусорке. А 52 повезло, потому что он крепкий. А вот этим бедолагам, к сожалению, не повезло. У кого-то сломался экран, у кого-то еще что. Чинить я не умел, не собирался. Вследствие чего они отправились быстро очень на помойку. Итак, это был больше ностальгический ролик, чем что-то по существу. Потому что телефон, я говорю, крайне простой. Не особо интересный. Просмотр, я думаю, соберет еще меньше, чем какие-нибудь Sony и Panasonic. Но этот телефон моего детства, и я считал очень устойчивым записать о нем ролик, хотя бы рассказать о том, что я ощущал в то время от этого телефона, как я от него балдел, и все в этом духе. Думаю, у вас есть такие же истории про каким-либо аппаратом. Миром, я человек написал, что ему очень понравился C75. И я думаю, он тоже будет при новогодних обзорах. А с вами был Никита. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь на сообщество ВКонтакте. Всем спасибо. Пока.